добрый день дорогие друзья добрый день четверга и у нас сегодня не просто четверг а чистый четверг вот смотрю на мой пляж на море на пальмы красота и думаю окно все-таки это надо помыть потому что девчонки мои кошачьи здесь уже увлекаются охотой на мух которые случайно залетают и так это весело весело здесь все размазывают что хотела сказать вам о чем поговорить сегодня раз чистый четверг то сегодня хочу поговорить об очень интересной такой теме естественно теме чистоты чистоты и порядка и у нас такая злободневная тема но она не только у нас она наверное во всем мире но в европе особенности это конечно же порядок чистота и мусорные контейнеры да да вы не ослышались именно мусорные контейнеры как говорят есть такое выражение мальчишка для битья так вот мусорные контейнеры в испании да и во всей европе это реально мальчики для битья и объясню вам это поподробнее когда выйду на улицу вышла на берег вышла пройтись до магазина хочу себе купить краску для волос раз уже это чистый четверг то привести себя в порядок а тут посмотрите какая красота какая красота цветет здесь прям на берегу вот эти кустарники высажены несколько лет назад и цветут они круглый год вот такие цветочки цветут круглый год ну а я иду дальше а и кстати тема наша наша тема тема наших мусорных контейнеров это прямо какая-то бомба вот по городам стоят такие контейнеры естественно их убирают их значит обновляют здесь все четко четко дезинфицируется но в чем проблема буквально недавно пару дней назад я увидела по телевизору панику значит в барселоне что дикие кабаны их зовут хабали они просто спускаются с его таких возвышенностей ночью в город и громят и громят реально мусорные контейнеры и поэтому горсовет принял решение вот такие маленькие маленькие мусорные контейнеры убрать ну почти во многих во многих районов потому что никакой значит сложности для них не представляет передними лапами копытами наклонить вывернуть этот контейнер естественно весь мусор который там есть весь мусор на землю что съедобное скушать остальное оставить так как есть поэтому в принципе вы скажете да но и же и большие мусорные контейнеры которые они не достанут я была вообще в шоке вчера по телевидению увидела никаких проблем нет у них и вывернуть контейнер побольше потому что дикий кабан он весит ого-го сколько сотен килограмм не одну сотню и он такой мощный что никакой в принципе мусорный контейнер ему сопротивление особо не оказывает ну а буквально пару месяцев назад в городе увидела такое интересное тоже у нас движение движничок как говорят начали добывать короче из земли старые наши контейнеры выбрасывать все бетонировать по новому и думаю что же это такое что хотят реставрировать или что да то же самое приняли решение все все вот это устаревшие заменить на новые мощные такие контейнеры которые значит уже не может никого никто не сдвинуть не так сказать особо без особого места жительства тоже иногда есть же такие тоже в европе тоже иногда любит значит порыться в этих контейнерах по выбрасывать то есть сейчас поставили новые современные я вам покажу контейнеры и в принципе эти контейнеры уже не так легко из них что-то вытащить что-то добыть ну в принципе они мне нравятся но тут буквально пару недель назад другая проблема с этим контейнером как все у нас делается через как говорится одно место значит проблема в чем проблема в том что по габаритам такие контейнеры не подходят к мусороуборочным машинам не подходят их вывозить принципе очень очень неудобно и тяжело и машине приходится делать несколько ходок но главное это что главное что эти контейнеры установили установили и в принципе но я не знаю да они стоят в черте города они стоят на улицах они стоят возле баров и так сказать очень хорошо они с как сказать сконструированы что в принципе там нет особого не запаха все это конечно дезинфицируется и все нет ни особого запаха ничего и естественно на каждый контейнер значит подписан четко который для органических отходов который для стекла для картона в общем все 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 красиво сделано ну и на городском пляже на городском пляже есть вот еще устаревшие устаревшие контейнеры вот они стоят напротив напротив местного прибрежного бара тоже разных расцветок естественно для простых отходов для стекла и для картона и вот эти которые не могут бороться как я вам уже сказала с дикими кабанами вот такие контейнеры коричневые и зеленые они вообще не преграда диким кабанам сама видела по телевизору сюжет если найду естественно вставлю для вас вот так а вот такие здесь у нас и сохраняться еще на берегу а уже по центру барселоны решили их упразднить вот такие дела у нас идут с чистотой с порядком а на пляже посмотрите что уже делается на пляже приехала очень много туристов очень долго туристов из скандинавских стран и из германии из франции люди посмотрите уже загорают купаются он идут с полотенцами все они себе открыли туристический сезон но я как бы еще иду в моем свитерочки и без рукавочки в такой я конечно не рискую еще выходить вот так на берег и веселиться солнышку хотя люди вот туристы впереди меня пожалуйста с полотенцами искупнулись и идут себе дальше на обед как и говорила вам отели уже заполнены отели уже заполнены и сезон туристический начат вот так и так будет продолжаться у нас до конца осени до сентября до начала ноября ну а я зайду магазинчик а потом все-таки покажу вам эти современные контейнеры зашла в магазинчик очень много всяких разных сладостей всяких биопродуктов продуктов без глютена на многие есть скидки на многие есть скидки ну а я иду вот видите 50 процентов для малышей разные ну а я иду посмотреть себе краску посмотреть себе краску водичка питьевая вода со скидкой различные шоколадочки в общем можно 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 посмотреть а я хочу себе посмотреть тоже льняные семечки и хлопья и хлопья возможно возьму себе сейчас вот пожалуйста разные краски лореаль на вторую коробочку 50 процентов скидка так что можно сразу взять две коробочки две упаковочки и выйдет намного дешевле про скидки я вам уже рассказывала в весном магазине ну и вот в таком хозяйственном тоже можно найти скидочки вот они ребята эти контейнеры о которых я говорила вот так они установлены их уже и конечно не сдвинуть место они большие тяжелые но они и проблема для вот этих контейнеровозов очень их трудно они огромные и их много не помещается на вот эту контейнерную машину вот так они выглядят но в принципе очень красиво очень эстетично и такие перемены конечно приветствуется на каждом контейнере четко написано что для бумаги картона что для пластика для стекла кстати когда была в мюнхене и интересное видела штуку у нас просто один контейнер для стекла в мюнхене же приходится разделять даже стеклянную тару есть контейнер для прозрачного стекла есть контейнер для зеленого и есть для вот такого коричневого такие пивные бутылки и каждого цвета бутылочку нужно помещать в свой контейнер как это не смешно но у нас уже сезон полным ходом идет посмотрите что у нас делается на открытых площадках на открытых барах уже уже все 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 заполнено ну а мы с вами идем дальше надо мне привести в порядок еще мое окно естественно покраситься привести немножко в порядок мое жилье потому что на праздники воскресенье у нас уже наша католическая пасха и на праздники на пасху приезжают дети приезжают дети и внучка и поэтому нужно подумать еще праздничное какое-то меню естественно что-то вкусненькое тоже приготовить если буду готовить какой-то интересный рецепт обязательно вам покажу ну вот и все в принципе вот еще кстати мусорный контейнер а так почему наши контейнеры пойду вот здесь по переулочку почему же контейнеры это мальчишки для битья в европе да как вам сказать если народ чем-то недоволен при любых возмущениях естественно первыми страдают кто первыми страдают мусорные контейнеры их переворачивают их поджигают их громят и их раскалывают пополам только буквально вот ну пару лет назад наверно в барселоне были волнения были волнения и по моему там до тысячи тысяч мусорных контейнеров значит государственному государственного говорю городскому управлению пришлось заменить потому что они были разгромлены сожжены разбросаны ну короче приведены в состоянии вообще невозможное к использованию поэтому вот так как бы чистота зале в здоровье да но не все это понимают точно так же когда идет футбольный матч а футбольный матч естественно даже многие так сказать их магазинчики закрывают и окна и двери специальными фанерными такими щитами либо картонными щитами потому что никто не гарантирует как закончится этот матч а погромы запросто могут состояться то есть погромы могут состояться по любой причине только дайте причину и первым делом естественно что самые уязвимые такие ящички которые стоят у нас на улицах поэтому чистота чистотой а вот такое отношение безалаберное и такое вообще поведение естественно она не приветствуется посмотрите что творится сейчас например во франции и естественно возмущение возмущение возмущения по пенсионной реформе это как бы политика то вы извините мусор да и контейнеры какое отношение имеют к пенсионной реформе оказывается самое прямое их громят их поджигают их выворачивают ну вот так на года выбрасывать мусор это уже ваша проблема вот такие интересные у нас с вами дела иду домой иду делать свою работу думаю вот такая болталочка была интересно ну вот а вы что думаете по этому поводу кстати забыла вам сказать по дороге зам домой зашла в наш любимый ресторанчик чтобы заказать стол праздничный стол на понедельник понедельник у меня день рождения и хотим отметить всей семьей меню уже составляется мне показали примерное меню но говорит что может быть какая-то какое-то блюдо плюс минус присутствовать отсутствовать но цены праздничные 26 евро меню поэтому мы и отправимся туда отправимся пообедать всей семьей естественно отметить и прошедшую пасху и отметить мой день рождения а тут вот еще есть на открытом воздухе такой интересный ресторанчик тоже ресторанчик и видите на значит на пасху тоже открыто в четверг 7 до двадцати четырех пятница суббота и воскресенье есть обед и ужин а в понедельник есть только обед с часу до четырех вот так красиво здесь естественно все красиво ли все распускается цветочки цветут вот такая красота местном барчики ресторанчики ну всем на этом пока пока нам хорошо отпраздновать пасху а вас с наступающим вербным воскресеньем но у кого-то уже и пасха у нас вербное воскресенье прошло мы будем праздновать пасхальное воскресенье до новых наших встреч а а Субтитры сделал DimaTorzok